Всем привет, друзья! Меня зовут Лена, и я рада приветствовать вас на канале о вязании. Это видео – июньский влог, и хотелось бы его начать с вот такой красоты. Эти кадры сняты в ботаническом саду при ТНУ имени Вернадского. Этот сад был основан в конце 18 века, и к концу 20-го, к сожалению, пришел запустение. Сейчас сад восстановлен, и на его территории действует несколько дендрариев, где выращиваются определенные цветы постоянно, например, розы или ирисы, а также сирень. И есть территории, на которых высаживаются сезонные цветы. Таким образом, получается, что всю весну, лето и осень в саду обязательно что-то цветет. Сейчас этот сад открыт для свободного посещения, вход бесплатен. Поэтому, если вы будете в Симферополе, то обязательно посетите это место. Июнь – время цветения роз. И мы с вами находимся в одной из частей сада Розарии. Здесь представлено множество сортов в огромном количестве расцветок. Очень жаль, что камера не передает аромат, который буйствует в Розарии. Вы можете себе представить, что почувствовать приятные запахи можно даже не приближаясь к конкретному цветку. Но это действительно так. А яркость цветов безумно поднимает настроение. Надеюсь, эта небольшая видеонарезка поднимет настроение и вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И хочу показать вам, что же я вязала, сидя на лавочке в саду. Это вот такая футболка с выведенным плечом. Я постараюсь здесь вставить фотографии, какой моделью я вдохновлялась на вязание этой футболки. Она предполагается с подплечниками. Я приобрела в местном магазине фурнитуры вот такие два подплечника. И планирую вставить их в эту футболку. Конечно, такой формат футболки, наверное, не на каждый день. Она для тех случаев, когда очень хочется выделиться. Возможно, ее стоит одеть на какую-нибудь вечеринку. Но эта футболка идет у меня достаточно тяжело. И это видно по вот этим распущенным моточкам, которые бежат рядом. Я уже неоднократно ее перевязываю. Вяжу я, кстати, из вот такой пряжи. Это вот такая пряжа от Sandnes Garn. Тин лен, если я правильно произношу. Переводится как тонкий лен. И в 50-граммовом моточке 220 метров. По составу это 53% хлопок, 33% вискозы и 14% лен. Мой цвет это цвет 75-21. Его, наверное, можно сравнить с серо-голубым. У меня три моточка. И вот именно из них я и пытаюсь связать эту футболку. Вяжу я футболку на спицах 2,5. Узором ломаная резинка или заборчик. Начинала я вязать ее сверху и двигаюсь вниз. И единственное, что меня радует в этом проекте, это то, как преображается пряжа после ВТО. Это образец. И если вы посмотрите на немного кривоватые петли здесь, на основном полотне, которое еще не подвергалось ВТО, и на петли образца, то, конечно же, вы заметите разницу. Пряжа раскрывается после стирки. Петельки действительно разравниваются. И полотно смотрится более единым, таким немного монолитным. Становится красивее. И это достаточно необычно, поскольку всем нам известно, что летняя пряжа, пряжа летних составов, достаточно плохо изменяется после ВТО. Она практически не изменяется, лишь в редких исключениях, поскольку изменяться-то и нечему. То есть, когда у нас изменяется вязаное полотно из шерсти, то мы понимаем, что шерстяная пряжа меняет свои свойства. Петельки разравниваются, пух выходит. Но ведь в летней пряже нечему выходить. Ну, в общем, факт остается фактом. Пряжа от Санны Сгарн, тонкий лен, меняется после ВТО и меняется в лучшую сторону. Сказать судьбу этого проекта я пока не могу. Возможно, даже эта футболка и не будет довязана. Но мне безумно хочется все-таки эту модель воплотить в жизнь, сделать ее интересной, особенной, для как раз-таки особенных слов. Ну, и продвижение по этому проекту я, конечно же, буду вам показывать. Следующий проект, который у меня пока находится в разработке, он из вот такой пряжи. Я специально посмотрела сейчас, как произносится правильно название фабрики, которая производит эту пряжу. Надеюсь, вам видно название этой пряжи. И правильно произносить на оригинальном языке Зенья Бурафа. Так вот, артикул Эвоке. И эта ниточка, это 1400 метров в 100 граммах. По составу 90% Меринос и 10% Кашемир. И на данном этапе я пока отвязала образец. Но для начала расскажу, что же я задумываюсь вязать из этой пряжи. Из этой пряжи задумывается мужская водолазка. Мужской тонкий свитер. И буду вязать его гладью. И если все получится, то регланом погон. Я думала снимать на это изделие видео в формате История одной вещи. Но в этом месяце у меня не получается реализовать этот проект. Поскольку первая половина месяца была связана с большим количеством распуска. А сейчас на первый план вышли немного другие задачи. Поэтому надеюсь, что водолазка из этой пряжи, мужская, будет связана в следующем месяце. В месяце июль. На данном этапе я пока связала только образец. И готова вам его показать. Образец из этой пряжи выглядит вот так. Нижний фрагмент я вязала на спицах 2,5 в 3 нити. Верхний также в 3 нити на спицах номер 3. Образец мне безумно понравился. Вполне возможно, вам плохо видно, поскольку это все-таки черный цвет. И камера его очень сложно передает. Но я постараюсь показать вам пушок. Тот самый кашемировый пушок, который преобразует вязаные изделия из подобной пряжи. Я надеюсь, вам на фоне руки виден этот пух. И этот пух очень чувствуется в этом образце. Когда я его трогаю руками, когда прислоняю к чувствительным участкам кожи, я чувствую просто невероятную мягкость. И пока я не могу определиться, какой же мне вариант подходит больше. Полотно, связанное на спицах 2,5 мм, выглядит более монолитным, более ровным. Я понимаю, что кашемир окончательно раскрывается после второй-третьей стирки. А у меня образец прошел ВТО только один раз. И понимая, что пух кашемира может еще больше выбиться, и полотно вот это нижнее станет еще более забитым, я сомневаюсь в том, что мне нужно использовать именно спицы 2,5 мм. Поскольку хочется все-таки пластичное полотно, а не как валенок. Поэтому, скорее всего, я буду вязать водолазку на спицах 3 мм. Мне этот участок больше нравится по пластичности, он более тонкий, что ли, ощущается, более легкий. И надеюсь на то, что кашемир еще будет раскрываться, полотно немного подзабьется и станет более монолитным. Но в целом мне пряжа в работе безумно понравилась. Вяжу, повторюсь, 3 нити, и это мне не доставляет какого-то особого дискомфорта. Мне комфортно ей вязать легко и в удовольствие. Поэтому надеюсь, что в скором времени я смогу вам показать готовое изделие из этой пряжи. В середине месяца мы ездили по делам в Краснодар. Была долгая дорога туда, около 6 часов, и практически сразу обратно. Но быстро справившись с необходимыми задачами, мы успели посетить два очень хороших места. Одним из них был магазин пряжи, инструментов и аксессуаров для вязания. Достаточно известный магазин вязальных кругах. Скорее всего, вы даже уже догадались, о чем я говорю. В Краснодаре мы зашли в магазин Вали Суходол, и нам разрешили там поснимать. И вы знаете, в настоящее время, время рассвета интернет-магазинов пряжи, мы уже и позабыли об атмосфере, которую способен подарить хороший оффлайн-магазин. И я очень надеюсь, что через экран вы сможете ощутить эту атмосферу. Сначала помещение магазина кажется очень маленьким, и через сторис и в инстаграм оно выглядело совсем по-другому. Но спустя некоторое время это ощущение маленького помещения улетучивается. Скорее всего, из-за очень высоких потолков, белых стен и большого ассортимента пряжи, инструментов и аксессуаров, которые к тому же не спрятаны где-то под стеклом, а доступны для прикосновений. Много артикулов потрясающей пряжи, интересной по составу, как зимней, так и летней, в красивейшей, сложной цветовой палитре. И знаете, что необычно? Что на каждой из артикулов связан образец, а иногда даже целое изделие. И вы можете увидеть то, что никогда не увидите в интернет-магазинах. Фактуру полотна, его пластичность, мягкость. И окончательно убедиться в необходимости покупки. Плюс широкий ассортимент инструментов премиум-класса и полезные для вязания аксессуары не дадут вам уйти с пустыми руками. Ну и главное, что создает и поддерживает необыкновенную атмосферу магазина – это люди, которые встречают вас при входе и консультируют по любому вопросу. Спасибо за гостеприимство. Я действительно побывала в кругу своих единомышленников и, вдохновившись, ушла с крафтовым пакетом, полным интересных покупок. Играет музыка. Ну что, друзья, давайте я вам покажу, что же я купила в магазине Суходол. А купила я в первую очередь спицы. Именно за ними мы и заходили в этот магазин. Это спицы Хая-Хая стил, то есть не самые острые. Они примерно такой же остроты, как и спицы Чиагу. Это спицы 3 мм с разъемной леской. И длиной эти спицы 13 см вместе с креплением от лески. И, кстати, вот она лесочка. Это лесочка на 80 см. То есть, когда я присоединю ее к спицам, общей сложности, длина моих круговых спиц будет около 80 см, немного больше. Что интересно у этих спиц, это то, что леска крутится в самом вот этом патроне. Я держу леску и кручу патрон, и это обеспечивает более комфортное вязание. Я еще не пробовала. Когда попробую, я обязательно поделюсь своими впечатлениями с вами, поскольку мне уже будет с чем сравнить. У меня есть спицы Чиагу и сейчас спицы Хая-Хая. Я пока еще в поисках идеальных спиц для себя, для того, чтобы начать собирать свой набор. И так как знаю, что ни в наборе Хая-Хая, ни в наборе Чиагу нет спиц 3 мм, а для меня это достаточно ходовой номер спиц, я и купила специальные спицы 3 мм. Кстати, вот так выглядят упаковочки. Также в магазине Ували я купила два моточка пряжи. Один из них вы сейчас видите на экране. Это пряжа от производителя Ка Морозе. Называется она Яку. 100% береносовая шерсть. Вот в таком 50-граммовом моточке 200 метров. И этого моточка мне вполне хватит на шапку Бини. Пример которой я показывала вам в недавнем видео о готовых работах. Я хочу повторить такую шапку, но связать ее с более тонкой и качественной пряжи. Именно поэтому мой выбор пал именно на эту пряжу. Тем более, когда я была в магазине и потрогала, пощупала, повертела шапку Бини, которую связала Валя из одного матка такой пряжи, то я окончательно убедилась в том, что мне нужна именно эта пряжа. Мой цвет черный. И его номер, возможно, вот этот. Пряжа безумно приятная, очень мягкая и совершенно не колется. Особенно, когда ее подносишь к наиболее чувствительным местам на теле. Это шея, лицо. И, кстати, у Вали есть замечательное предложение. Когда вы покупаете у нее в магазине какой-либо моточек пряжи, на которую создано описание шапки, то это описание вам дарят. Мне кажется, это просто замечательная идея. Второй моточек пряжи выглядит вот так. Это носочная пряжа Фил Калана Орвета Классик. 20% нейлон и 80% мереносовая шерсть супервош-обработки. Этот моточек, 50-граммовый, в котором 210 метров, я взяла для того, чтобы связать небольшие носки для себя с небольшим паголинком. Я собираю хорошую носочную пряжу для того, чтобы попробовать ее максимально много и выяснить для себя пряжных фаворитов. Ведь я вяжу носочки не только для себя, но и на продажу. И хотелось бы, чтобы они были максимально качественными. Мой цвет это 977. Такой меланжевый бежевый цвет, очень-очень приятный. Пряжа, кстати, безумно приятная на ощупь. Думаю, носочки получатся отличные. Ну и, конечно же, я не могла уйти без приятных мелочей. Это маркеры груши или лампочки, как их называют. Я взяла вот таких 30 штучек. Это черное, цвет меди, возможно, и цвет розового золота. Всего их 30, и они мне безумно нужны и будут очень-очень полезны. Еще одним местом, которое мы успели посетить в Краснодаре, стал парк при футбольном клубе «Краснодар». Среди людей его называют парк имени Галецкого по имени мецената-создателя. Строительством парка занималась немецкая компания, и знаете, вот этот европейский характер чувствуется во всем. На огромной территории раскинулись прекрасно ухоженные газоны. Множество интересных растений соседствуют с замысловатыми инсталляциями, и ничто не конфликтует друг с другом. В парке все создано для отдыха людей. Множество скамеек под тенью деревьев, огромная деревянная беседка с навесом и с прекрасно пахнущими кустами роз протянулась вдоль всей стороны парка. Также в парке очень много воды. Она представлена в виде фонтанов, а также огромных бассейнов, но достаточно мелких. Большое количество воды дает самую необходимую прохладу в жарком летнем Краснодаре. Для семей с детьми оборудована детская площадка. Также есть площадка без гейбординга. Есть амфитеатр, где иногда проходят представления. Также можно перекусить в большом ресторане. К сожалению, в силу обстоятельств мы не смогли обойти весь парк и посмотреть на него вечернее время, когда, говорят, он очень красиво подсвечивается. Ну, значит, будет стимул вернуться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Друзья, помните этот бралет оранжевого цвета? Я показывала его вам в готовых работах за май. И говорила, что связала его по своему же мастер-классу, который находится в бесплатном доступе на YouTube, но связала из пряжи специальной для вязаных купальников, из пряжи Alize Diva Stretch. И говорила я также о том, что было бы здорово придумать к этому бралету какой-то низ, для того, чтобы составить классный купальный комплект. И я придумала вязаные трусы. Сейчас вам их покажу. Вот так выглядят вязаные трусы. Также оранжевого цвета, также из этой же пряжи. Но их я связала как пробный вариант. И здесь есть нюансы, которые мне не нравятся. Ширина ластовицы, она достаточно маленькая получилась. Мне не нравятся вот эти линии, которые я делала специально декоративными, но мне хотелось, чтобы они расходились всё-таки от центра, вот под такими диагоналями. И так же сзади они выглядят. То есть они не образуют красивых диагоналей, которые будут интересно подчеркивать красоту женских бёдер. А они вот такие же, квадратом, даже немного направленным внутрь к ластовице. Поэтому я здесь даже не заправляла кончики, поскольку эти трусики пойдут в утиль. Но на основе вот этого пробного варианта я поняла для себя какие-то моменты, которые исправила уже, и связала второй вариант. И вот как раз таки по второму варианту я записала видео мастер-класс вязаные трусы, и он уже доступен на моём канале. А сейчас я вам покажу, какие трусы у меня получились. Вот это уже второй вариант трусиков, итоговый. Именно по нему я записывала видео мастер-класс, который уже доступен на канале. И если вы уже вязали бралет, то смело можете связать вместе со мной трусики. У вас будет замечательный купальный комплект. В этих трусиках я учла уже все те недостатки, которые мной были совершены при вывязывании первой модели. Здесь я сделала ластовицу пошире и подлиннее, сами трусики чуть пониже. Разобралась наконец-то с вот этими декоративными линиями, которые теперь расходятся всё-таки по диагонали. И также они выглядят сзади, на спинке. Я постараюсь здесь ставить фотографии, как это выглядит на теле, чтобы было более-менее нормальное представление, поскольку сейчас я вот так растянула на кусочках фона, чтобы хоть немного показать вам эти трусики, поскольку всё-таки пряжа Alize Diva Stretch обладает очень хорошим стрейчевым эффектом и растягивать руками вообще не получится. Все трусики будут сжиматься. Но это и плюс этой пряжи, поскольку она замечательная для как раз-таки купальников. Вязала я эти трусики на спицах 2,5 круговых. Вязала из вот этой пряжи, которую я уже неоднократно сегодня называла. Это всё, что осталось от моточка. Достаточно много. На такие трусики уходит где-то 50 грамм примерно на размер XS. По составу этой пряжи 92% микрофибра из акрила и 8% эластик, ПБТ. И цвет мой, если интересно, это цвет 62. Это молочный цвет в таком вот 100-граммовом моточке, когда он полный, он побольше, 400 метров. Как я уже сказала, на вот такие трусики уходит от 50 грамм, в зависимости от вашего размера. На брау уходит от 30 грамм, тоже в зависимости от размера. То есть, в принципе, на купальник хватит одного, максимум двух моточков. Также я в этих трусиках использовала дополнительные элементы. Это бельевая резинка плотная, которая вставлена внутрь полой. И она хорошо фиксирует трусики на теле. Трусики вяжутся достаточно просто. Все основные формулы для расчётов на ваш личный размер я даю в мастер-классе. Поэтому, если вам интересна такая модель, то проходите и вяжите вместе со мной. Я обязательно оставлю подсказку вот здесь, в правом верхнем углу экрана и внизу в инфобоксе. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом соуса песто. Точные погромовки ингредиентов я оставлю внизу под видео в инфобоксе. Сама я уже готовлю этот соус на глаз. Итак, нам понадобится Сыр пармезан. Я натираю его на крупной тёрке. Помимо сыра, мелко рубим один зубчик чеснока. Отбираем самые свежие и красивые листья зелёного базилика. А также нам понадобится Оливковое масло первого холодного отжима И необжаренные кедровые орешки. Загружаем в блендер листья базилика, Немного чеснока, сыра, орешки И добавляем капельку оливкового масла. Измельчаем. Считается, что сначала нужно измельчить все ингредиенты, кроме масла. А масло вводить в конце тонкой струйкой, продолжая взбивать. Тогда соус получается более воздушным. Я же измельчаю все ингредиенты сразу, в несколько этапов, Так как блендер очень маленький. Посолите и поперчите по вкусу. Также консистенцию соуса можно сделать более жидкой, Добавив больше оливкового масла. Переложите соус в посуду с крышкой Для более удобного хранения в холодильнике. Этот соус прекрасно подходит к мягким сырам, Овощам, несладкой выпечке. А мы едим его на завтрак вместе с яичницей, А также иногда добавляем к пасте. Приятного аппетита! Друзья, я вот села подклеивать кончики на вязанных шортах И решила с вами поболтать. Эти шорты лежат к вам изнанкой, Кончиками ко мне. Я надеюсь, вы помните эти шорты. Я показывала их вам в видео о готовых работах за май. И здесь постараюсь ставить фотографии, Как они выглядят с лицевой стороны. Сейчас по данным шортам у меня проходит совместное вязание В закрытой группе ватсап. Мы вяжем вот такие шорты на несколько размеров. Я даю поэтапное описание и помогаю справиться с каждым этапом. Описание очень подробное. Оно порядное, попетельное. Плюс много фотографий, схем я сделала. И даже записала в видео фрагменты, Как я провязываю какие-то сложные моменты. И вот как раз таки для того, чтобы сделать фотографии и записать видео, Я вязала вот такие вторые шорты. И сейчас они уже после ВТО, и я подклеиваю кончики. В этом сезоне я вообще стараюсь на всех вещах, связанных из летней пряжи, Будь то хлопок, лен, вискоза, особенно она скользкая. Я стараюсь кончики после того, как их запрячу, подклеивать специальным клеем. Вообще клеев существует несколько. Есть трикотажный, текстильный. Но вот у меня вот такой. Это клей латексный. Называется он профлатекс. И я внизу в инфобоксе оставлю ссылочку, где я покупала этот клей. Этот клей я покупала за собственные средства. Но в принципе он меня не подводит в этом сезоне. И поэтому я его могу вам порекомендовать попробовать. Что я делаю? Я встряхиваю вот так, для того, чтобы оживить там клей. Если он осядет, немного его поднять с дна. Нахожу кончик, который уже запрятан. То есть он не просто спрятан с лицевой стороны на изнаночной. Он запрятан, запутан вот здесь на изнаночной стороне. И делаю маленькую капельку, не надавливая, поскольку латекс, он сам течет из этой баночки. Делаю маленькую капельку у корешка этого кончика. И вот так немного придавливаю пальцем. Оставляю высохнуть. Особенно хорошо сохнет данный клей, когда помещение проветривается. Можно, например, подклеить кончики и отправить вязаное изделие на улицу в тенек. И вот там, где есть ветерок или на балкон, там этот клей подсыхает быстрее. И уже через сутки он полностью высохнет. И сначала он белый, а когда высыхает, становится прозрачным. Нужно делать маленькую капельку, не переусердствовать, поскольку после высыхания клей становится немного тверденьким. Но при этом он не царапает. То есть не доставляет дискомфорта коже. После того, как клей высохнет полностью, примерно через сутки, я под корешок обрезаю вот эти кончики. И таким образом у меня при стирке ничего никуда не вылазит. Поэтому, если у вас тоже есть такая необходимость в фиксации кончиков, то можете попробовать данный клей. И, кстати, я хотела с вами поделиться своими впечатлениями о спицах Хая-Хая, которые я приобрела совсем недавно в Краснодаре. В магазине у Вали Суходол. Я вам их немного ранее показывала. Это спицы разъемные 3 мм. Вот они, мои разъемные спицы 3 мм. Они длиной у меня 13 см. Вместе со стаканом. И вместе с леской длина чуть более 80 см. Леска, конечно же, съемная. Это спицы стил. То есть это не самые острые кончики. Но они примерно соответствуют по остроте моим спицам Чиагу. Поэтому мне достаточно комфортно ими вязать. Спицы очень легкие. На них я пыталась вязать эти шорты, но у меня не вышло. И сейчас я объясню, почему. Эти спицы очень легкие. То есть леска очень тонкая, мягкая, замечательная. Я вязала образец резинкой способом Magic Loop в круговую. Очень такой небольшой фрагмент. И вязала как раз-таки на этих спицах. И в целом вязание этим способом на данных спицах, на вот этой мягчайшей леске, мне понравилось. Но дело в том, что когда вяжете большое изделие, у вас много петель. Как в моем случае с этими шортами. Легкость этих спиц мне не дает контролировать вязание. И мое вязание на данном этапе, на этих спицах, я пока еще не привыкла. И вот сейчас мое вязание получается с рядностью, с кривыми петлями. И меня это немного не устраивает. Особенно в резинке, где это наиболее заметно. Я думаю, что это скорее всего связано с тем, что до этого я в основном работала со спицами на металлическом тросике. На Чиагу. Вот они мои 2,5 мм. Это неразъемные с леской 80 см. И также на спицах российского производства. Там тоже металлический тросик, только в прозрачной леске. Вот такие спицы, они немного тяжелее. Вот я даже провела эксперимент небольшой и взвесила на кухонных весах небольших спицы Хая-Хая и спицы Чиагу. Хая-Хая весит примерно 5 грамм. И Чиагу весит примерно 7 грамм. Ну то есть очень небольшая разница. Но возможно, из-за жесткости тросика их тяжесть ощущается сильнее. И вот пока мне привыкшей вязать на спицах с тросиком, очень сложно перейти на такие легкие спицы с очень податливой леской. Но это ни в коем случае не умаляет достоинств спиц Хая-Хая. У меня впереди несколько проектов лицевой гладью. И я планирую их вязать как раз таки на вот этих спицах Хая-Хая 3 мм. И тогда я думаю, что мое представление об этих спицах сложится наиболее полным. И я смогу им с вами поделиться. Надеюсь, это будет более позитивный отзыв. Поскольку эти спицы все-таки заслуживают должного внимания. Как я упоминала чуть ранее, сейчас у меня проходит совместник по вязанию этих шорт. И написание всех основных материалов, составление схем, записи видео, фрагментов отнимают очень большое количество времени. Поэтому в этом месяце видео о готовых работах не будет. Мне, к сожалению, практически нечего вам показать. Но я надеюсь, что я не расстрою вас этой новостью. А порадую в конце июля видео о готовых работах за два месяца. Июнь и июль. И на верстаю упущенное. Ну что, я пойду доклеивать кончики своих нитей, фиксировать их. Хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы досмотрели это видео до конца. Что провели свое время со мной. Этот месяц июнь получился очень насыщенным на события. И я чуточку постаралась отразить это во влоге. Если вам понравилось это видео, то поставьте пальчики вверх, поддержите меня. До новых встреч!